Много лет назад у моей бабушки с моим дедушкой произошел такой диалог. Он нашел где-то очередную веревочку и с таким восторгом, «О, смотри, это же веревочка!» Она говорит, «Ну и что?» Он, «В смысле? Это же веревочка!» «Ну, вижу веревочка, и что?» «Ну, это же веревочка! К ней же можно карабинчик привязать!» Маленькая, незаметная вещица. Это такая тоненькая веревочка. На самом деле, это просто пример. Веревочка может быть какой угодно. Еще раз повторюсь, не занимает много места, но очень многофункционально. Как говорили ребята из фильма про «Дети шпионов», «Шпиона» делает крутым его оборудование. Ну, или как-то так. В общем, смысл был такой. Из этой веревочки, собственно, можно придумать кучу приспособлений. Самая распространенная – это веревочка для сушки вещей, когда ты приходишь после маршрута и развешиваешь просто у себя за палаткой тоненькую веревочку и наслаждаешься просто настоящим тарифским компотом. Веревочкой также можно перевязать вещи. Ей можно заменить стропы, ремень, который порвался. Ну, вот все, что угодно. Самое главное, что она невероятно миниатюрная. Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, что же я всегда с собой беру в походе. Как бы банально это ни звучало, я всегда беру с собой в поход обычный карабин. Карабин в походе является незаменимой вещью, потому что это многофункциональное устройство. И сейчас я вам покажу несколько способов, как же я его использую. Для тех, кто летом берет с собой гамак, есть один лайфхак. Чтобы не мучиться и не завязывать вот эти вот все штыки там по тысячу лет, можно просто взять конец своей веревочкой от гамака, завязать здесь стремечко, ставить в него карабин, не забываем поконтрольный узел. И вот этой вот конструкцией мы просто делаем удавку вокруг дерева. Все, наш гамак держится. Вы знаете, что свою посуду в походе нельзя оставлять на земле, так как куча всяких инфекций, грязь и все такое. Поэтому все, конечно же, вешают ее на деревья. И чтобы было удобно это делать, также я использую карабинчик. Секунда, и ваша посуда на надежной ветке. Также, если вдруг у вас в лесу нет ни одной ветки, можно сделать вот таким образом. Делаем удавочку вокруг дерева. Помимо основного снаряжения, я думаю, каждый турист и наш инструктор носят какие-то полезные для себя вещи. Я девушка-турист. И, как известно, у девушки в сумке черт голову сломит, но я не люблю таскать лишние вещи. Но у меня есть такая маленькая сумочка, в которой, как я называю, всякие полезные мелочи. И первая это вот такие вот ленты. Тут маленький карабинчик, куда я пристегиваю линдеры или прищепки. Для чего же я их беру? У меня их обычно несколько. В основном я их беру для карты. Очень удобно. Я зажимаю карту, вешаю на шею. И таким образом карта у меня всегда под рукой. Обычно я ее сюда-то вот сюда, вот на рюкзак вешаю. Она всегда со мной. Я в любой момент могу взять карту и свериться. Конечно же, карте нужен компас. Как без компаса, я все время хожу со своим компасом. Также лента. Вешаю на шею и хожу в рубашку. У меня здесь карманчик. И всегда мой компас. Также у меня где-то здесь. Я их беру несколько штук, раздаю детям. Это очень удобно. Они видны, не теряются. Чаще всего в поход мы берем вот такие вот кружки. И ручка может обжигать, если мы только-только налили кипяток. Поэтому с помощью веревочки вот таким вот образом можно навязать такую вот прихватку, грубо говоря. Это будет красиво. Кружка будет выделяться из общей массы. Вы ее не перепутаете ни с кем. И самое главное, можно сделать вот такую вот петелечку прекрасную. К ней мы пристегиваем наш замечательный карабинчик, который упал. Получаем вот такую вот кружечку красивенькую. Берем недорогой обычный карабинчик. Он уже много лет со мной ходит, поэтому пошкрябанный. И пристегиваем к поясу на своих шортиках. Плюс этого в том, что кружка всегда с вами. И когда я нахожусь в глубинке за сотни километров от цивилизации, я позволяю себе спокойно пить по ходу движения из любой речки. А тянуться за кружкой обычно неудобно. В Карелии мы ходим в походы с помощью наших мохнатых и штороногих друзей, хаских, которые тащат за собой нарты. Когда Каюр приезжает на стоянку вместе с канами, вместе с тентом, с палаткой, в общем, совсем общего снаряжения, первое, что ему нужно сделать, это расставить собак. И тут дилемма. Каюр один, собак шестеро. И вот для того, чтобы собаки не убежали, для того, чтобы не начали бегать там по кругу, драться друг с другом, они тоже любят это делать, нужно первую собачку пристегнуть. Это делают либо стейкаутом, либо я, например, ношу с собой в кармашке лёгкую верёвочку с маленьким карабином. Я просто цепляю с кармашка, цепляю карабинчик к ошейнику собаки и к ближайшему дереву. И упряжка у меня стоит растянутая. Я могу спокойно брать любую собаку и ввести её на место. На самом деле у этого карабинчика ещё огромное количество применений. Это, наверное, самое с каюрами связанное необычное. На этот карабинчик можно всё, что угодно подвесить, всё, что угодно застегнуть, перетянуть и так далее. Тоже такая прям палочка-выручалочка. Очень много моментов, в которых он может пригодиться. Если вам негде посушить свою одежду, все места в лесу заняты, есть отличное решение. Берём карабин и прикрепляем к полочке. Есть ещё один клёвый способ, я называю его инструкторский. Сейчас я покажу, в чём суть. Подъём! Встаём, встаём! Я показал вам лишь несколько способов, как можно использовать обычный карабин в повседневной походной жизни. На самом деле их, конечно же, гораздо больше. Вы можете придумать просто несметное количество их. Главное, включить голову и свою фантазию. Помните, что карабин в походе незаменимая вещь. Берите. Я думаю, что всегда он вам пригодится и выручит вас. Также вы можете использовать вот такие вот браслетики для того, чтобы что-то закрепить. Я частенько их использую в велопоходах. Берём резиновый браслетик, продеваем его на телефон и закрепляем на рубля. Комикс. Довольно надёжный. Что же я ещё беру? Я беру кучу всяких верёвочек, репшнуров. Вообще, все эти штуки, они не занимают много места в рюкзаке, они не придают веса, но полезности прибавляют ого-го на 100%. Они не тянутся, можно вешать вещи или что-то завязывать, привязывать и так далее. Даже для ковриков такие штуки ношу. Канцелярские резинки, всякие нитки с иголками. Обычно беру много всяких ручек, карандашей и запасные стержни. Также блокнот, цитратка. Ну и в общем-то всё. Иногда этот набор варьируется, но примерно происходит как-то так. Чаще всего большой карабин используется именно в бытовых каких-то целях. То есть это натяжение тента, навеска переправы, волок катамарана по берегу, когда нет возможности пройти, например, порог на катамаране, и его очень сложно обносить, потом проводится просто по берегу, как кораблик на верёвочке. Вот тогда тоже пригождаются карабины, потому что они очень быстро воссоединяют то, что вам нужно. Потому что... Да Лёш! Не спортил!